голову всему поколению с этим коммунизмом и что это привело это десятки миллионов потом из этих революций все это как это и за кого это все вот кому-то в голове ему сбрело он по всей видимости был очень не тупой человек был очень нормальным человеком но сказать и говоря и он был выкрестом его отец тоже был выкрестом тоже но его семья это была семья раввинов очень больших раввинов его семья семья со стороны его матери так там вообще были гаоны были гениями ведают давайте вот представляете что может привести если евреи будет без тора и иудеи так чему же привести этот мир вы на не тросского больше что лев давидович бронштейн даже просто был просто это человек который говорит если бы он был власти вместо сталина было бы гораздо хуже еще это был буквально зверь буквально это был зверь весь советский свой хотел превратить в концлагерь году самым один большой концлагерь кстати говоря в то то время это это было концлагеря то это были в то время по всей видимости это было то его идея вообще-то было то самое эти что они уговорили так то что все это творит троцкий но вот отчитываться пива отвечать будет боронштейн раньше да это вот где троцкий революцию делать троцкий отвечает бронштейн бронштейн и будет отвечать что человек иуде может сделать если и он не будет сложен в рамки тора в эту силу должен направить именно в торе и поэтому говорит а почему получили евреи для шеем а не так объясняет это ровный шаг знаете что есть есть медраж знаменитый медраж на говорится на секунду в чем здесь у нас же есть знаменитый медра что всевышний упрошелся по всем народам предложил им тору все отказались евреи получили и все это такой пришел к евреям правильно хотите получить получила 10 старая не но есть как пачка к евреи получили тору и спросили а когда же бараху сколько нам это будет стоить это бесплатно бесплатно дайте нам две поэтому получили письменно туры и устной туры и надо надо так он говорит так есть бечму эль книга который написал бечму эль он говорит так как наши праоцы они могли вообще соблюдать тору наши праоцы абраган сябьяков они соблюдали все тору знали абсолютно все законы как это они сделали как они к этому пришли они ничего не получили они получили это по по пророчеству тоже они пришли как-то к этому сами как они могли к этому прийти что интересно мы к этому не приходим сами по так давай объясню в чем дело здесь знаете что он объясняет так вот ребенок так ребенок рождается ребенок рождается откуда он знает что нужно кушать он уже готова мама ну да выставляет вот так кормит в груди это инстинкт это в так в природе заложен у него так что он знает что нужно делать нужно есть кстати говоря насчет инстинкта ребенок один раз была одна пара был один он был карманник просто был карманник это так с кармана вытаскивать кошельки и вот так вот карманник щипачи так это был просто чемпион мира да он он так обворола людей что никто никогда ничего не чувствовал и вот он видит как у них своя территория с у каждым то есть одну девушку которая не хуже чем он с таким мастерство так же как он так в руку в сумку и тут только вытаскиваю сумочек ну просто это был идеально и вот у нас он как-то подошел книга вы знаете что давайте сделаем фирму создадим общую давайте сделаем того стали развивать и потихоньку потихоньку это корпоратив создали так сетевой магазин так сетевая служба быта сетевая и со временем со временем познакомились и сделать свадьбу и рождается сын вот родился сын но это цена вот он родился знаете когда дети рождается с кулачками с кулачками рождается а вот он вот одна рука у него была норма во вторая кулачок у никак не разжимал чё только не дед мне не разжимает у кулачок мы думаем что это проходит но не проходит и тогда к одному врачу и до другого но никак не могут у него кулачок у него сжатый никак не могут понять в чем здесь дело но сонате что ничего сделать не можем надеюсь вот раввин живет старый черт пойдите к нему ну поговорите с ним что может быть вот они пришли к нему говорит мы просим прощения вот родился ребенок не знаю что делать кулачок не разжимает говорит а чем вы занимаетесь да мы что в чем дело вы что ну и вот мы занимаемся до служба быть обчистка очистки от ненужных кошельков да давай так ну хорошо все понятно вот вытаскивать свой свой кошелек купюру 100 долларов и тут мы протягивали мальчишки так и вот он открывает пальчики оттуда падает коричка золотое в чем дело оказывается когда акушерка принимала уроды стащила 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 она с пальца уже и вот это он держал это профессионально он более профессиональный был чем это чем чем его родители дайте гены как работает красиво и вот когда ребенок рождается когда ребят это он совершенно инстинктивно он что начинает кушать на метро не растет ему не объяснять так возложено не вот такова природа так у нас говори геморатак мосахет макот он говорит говорит так у нас 613 заповеди тарьяк митсвот тарьяк это гематрия тарьяк гематрия тарьяк это числовое обозначение каждой буквы тарьяк это 100 613 613 митсвот 248 повелительных и 365 запрещающих то есть 248 как как наши органы в организмах в организме 248 органов здесь имеется по всей видимости это орган так по каждой косточке сегодня то что есть 208 костей но вот здесь имеется ввиду также и другие хрящики может быть имеется но геморатур 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 у нас 248 органов это в качестве митсва тассе и 365 жил в организме это как запреты тоже как митсва тассе так вот каждый каждый орган он в соответствии с каждой митсвой каждая жилка она в соответствии с каждой митсвой лотассе который не делал знаете что есть вы знаете что гаон мивили о нем рассказывается гаон вильский гаон который 280 лет назад во времена екатерина был катерина второй как-то раз он болел знаете что это человек который даже посчитал сколько он потерял времени в своей жизни чтобы завязывать шнурки но вы знаете сколько потому что мы шнурки за сколько время человек тратит на этого даже поэтому переживал тоже это будет человек который то есть ему хватило хватало в неделю три часа в неделе там поспать она была достаточно тот человек был очень зарядной способности его как-то раз он заболел как-то раз он заболел и мы пригласили очень знаменитого доктора лекарь пришел к нему посмотрел скажите мне что точно где точно у меня были что где точно мне какой орган не точно заболела что вас там а какая-то мышца такая такая это снята кто-то то где она находится как чего-то объяснить это вот там вот там прямо на какой-то тут вот это вот мышца как-то у вас болит вот там у вас проблем хорошо хорошо спасибо большое будьте здоровы до свидания какой будьте здоровы дайте напишу вам рецепт потому что нужно нет нет спасибо сюда нам все свои дела вы уже сделали до свидания ученики подошли к нему в чем дело пригласили такого лекаря знаете что все что мне было нужно от него что мне точно указал где у меня проблема как только указал где у меня проблема я знаю какую митву мне нужно заняться ею как следует исполнила дай что он исполнил но не так как нужно каждая из наших жилок каждая из нашего органа каждая каждая так она кричит сама по себе мы не слышали делай это не делай то каждая из наших жилок и поэтому наши прадцы а врагам и всяких яков они своим организмом знали точно чувствовали прекрасно так же как и ребеночек знает что как можно кушать так вот их не организатор них душа была до такой степени чиста и святая до такой степени что они как-то свои жилка с каждым своим телом каждым органом они знали чувствовали что нужно делать правильно какое митву нужно делать а мы строили когда мы с вами получали тур до такой степени все было материально что нужно было уже давать тур должны были прийти мы шарабейну сказать делайте то 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 вот это и тор и так далее нашим прадцам это было не нужно они все прекрасно знали по своему собственному телу они уже знали что ну какие митвы нужно делать и поэтому поэтому то и почему то рад она была израиль да потому что они были вот такими грубые они были не как наши ацпрацы вот это вот грубости поэтому нам дала донатый тур и поэтому он говорит здесь он говорит следующую вещь если ступайте по дорогам своих отцов по тропам по тропам своих праотцов будьте святы так чтобы каждая ваша частичка тела чтобы каждая ваша жилка делала бы вам говорила нам что нужно делать и как это нужно делать так же как и наши праотцы обратите внимание сегодня так мы с вами до такой степени у нас вот этот материализм так впился в нас так что уже сегодня сегодня даже сегодня так вот это ну даже простая молитва так мы с вами приходим в Бетакнесте сидим примерно в Бетакнесте вот и чувство ну когда же закончится эта молитва уже так особенно если вытаскивают сефертору я не знаю что они они хуще и таханон еще начинают продавать целую часть сидим и каждый смотрит по часам уже ну когда закончится уже когда закончится когда до такой степени У нас шкура, как говорится, уже слоновья шкура стала у нас, такой степени уже не можем, уже сколько? Минха, рви, пятнадцать говорят, ты быстрее, быстрее, как быстрее? Если бы это, если хазан тут начинает немножко проспять, а-а-а, куда-куда, что-чего, поемстрейдывай, вахнес, день, время и лету. И все равно приходит. О, шо, шо. Ну, представляете, что? О, шо, шо. Это-то еще, ладно, знаете, что мне как-то сказал один калантар, 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 на полном серьезе. Я, наоборот, нервничаю, когда я не тороплюсь, если честно. Знаете, как-то рассказал, почему так быстро читают, мы так, сегодня мы так, что поделаешь. Читают очень быстро, говорят. Две-три минуты, все, давай, репетишься уже, повторно. Куда, я только наполовину, я сосредотачиваюсь на молитве. Хотя бы просто прочитать, просто прочитать, нормально, так? Даю, даю. Вы знаете, что, как-то, знаете, что просто даже взять, как-то, прочитали, так быстро читать, говорю, почему так быстро читаете вы? Вы знаете, что, дело в том, что ангелы, они так быстро, они же быстро-быстро ходят. Так вот, нужно успеть им дать, чтобы они смогли поднять этого, а, насчет калантара нет. Он говорит так, вы знаете, что как-то разговор был еще детей, где-то кмессии, чтобы было, занимались. И он мне говорит, смотрите, на полном серьезе мне говорит так, он говорит, нас воспитание детей не интересует, нам лишь бы мясо было есть. Это было сказано калантаром, это самый лучший из нас. Представляете, что с нами творится. На буквально... Поясните, что он имел в виду? Буквально имел в виду, нам самое главное, чтобы было мясо поесть. Воспитание детей нас не интересует. Да, и все на горган поедут, тогда о чем нам? Представляете, до такой степени в нас впилось вот это, все вот материал до такой степени. Забить карманы, понимаешь? Так нужно нас вытряхивать, нас нужно с этого всего. Чтобы с голода не пухнуть, да? Наши цинокины, как мне говорится, они... Они все посвящались на свою жизнь, на изучение Тора, и они жили. Ну, вот даже бедно. Знаете, что я вам скажу такую вещь, есть ошибочное представление, что... Мне интересно, наши моли только доходят, я извиняюсь, вот когда мы так быстро молимся. Знаете, что насчет Гоан Мевильна? Торопиться вот это вот, давай, давай, давай. Знаете, что насчет Гоан Мевильна? Сейчас вы сказали, доходит, я извиняюсь, есть очень интересная вещь. Дело в том, что... Так пишут... Здесь не ошибаюсь, от имени каббалистов это говорит. Здесь не говорит, Тора Вари, говорит это. Или от имени Гоан Мевильна, говорит так. Что со времен... Я не хочу точно говорить, по-моему, со времен самого разрушения второго храма. Так? У нас был большой трафик. Молитвы не поднимались наверх. Вот, когда был зор Акадош, был открыт, этот трафик был открыт. Но произошла опять какая-то закупорка, я не помню, в какой период это произошло. И, говорит, была страшная вещь, то, что наши молитвы не поднимались наверх. И когда они поднялись в Игном Мевильна, все это произошло с графом Потоцким. Помните этот знаменитый граф Потоцкий? Была семья. Знаменитая семья в Польше. Семья Потоцких. Это, по-моему, даже семья была, королевская семья. Там в этой семье были и короли были. Это очень знаменитая графская семья Потоцких. Был знаменитый рассказ, в наших руках знаменитый, это то, что был Потоцкий, который как-то, то ли он повстречался с евреями, как-то произошло так, что он сам по себе оставил свое графство, оставил свое величие, и он перешел в иудаизм, в праги-юльце. И у него уже были дети, и женился, и были дети, но получилось так, что его предали. А это было во времена, это было еще тогда, это было во времена Екатерины, это было. И когда он был пойман, то по их законам его должны были сжечь. И даже его мама пришла. Он был тогда, по-моему, единственным сыном у нее даже. Она сказала ему, знаешь, что ты хотя бы, я тебя выкуплю, просто скажи им, нет, покори, только как будто ты действительно христианин, и так далее, скажи, просто на словах, скажи им, я тебя выкуплю, и тебе выкуплю. Не захотел, не говорю. А это смертная карта, просто должны были сжечься на костре. К нему даже пришли с посланием от Виленского Гауна. Он говорит, дай свое согласие, я скажу шэм ему фураж, я скажу имя, я тебя просто по воздуху я тебя оттуда выведу. Светлого им, тык, я тебя просто перемещу с одного лица в другое, ты убежишь. Говорит, ни в коем случае, я хочу сделать кедуша шэм. И вот, когда его уже привязали, его сжигали, вот такой мой байшорыш, байшорыш Абуда. Он переоделся в Гои, был возле него, и вот он читал вместе с ним Шма Исраэль, даже браха, произнес с ним браха. Есть особая браха. А, это не надзиратель, да, который? Не надзиратель, нет. А, я понял, я понял. Нет, нет, это было такое. Нет, нет, это было такое. Есть специально даже браха, шэркедишан, ставит сивану, и тогда... И когда он был сожжен на косты, то ночью Байшорыш Абуда пришли, он пришел и взял вот этот пепел, так, и похоронили его в Литве или в Латве, возле Винницкий Гаон. Сказали, что похоронили его вместе с его пеплом. Там, где похоронен сейчас Винницкий Гаон, вот там же вот его, и вот этот прах, вот он похоронен. Кстати говоря, фашисты, когда они пришли в Прибалтику, хотели уничтожить эту могилу, никак не смогли уничтожить. Так она осталась, нетронутая, кстати говоря, его могила. Вот он рядом с этой могилой, вот он говорит, а ты мне говоришь, как Гаона говорят, что до сих пор, до сих пор так, у нас было очень тяжелое положение. И в том, что молитвы не поднимались. Но, так как был Кедуша Шем Кем, графом Потоцким, Потоцким, как говорится, трафик прошел, и обратно это стали подниматься наверх в нашей молитве. Кстати говоря, это очень интересная вещь, то что весь этот рассказ, он в наших источниках, но ничего в источниках, ни в польских источниках, ни в русских, об этом не рассказывается. Но есть такие, допустим, но есть такие, что и его поколение тоже сейчас существует, допустим, я как-то повстречался одним из его, у фамилии была Потоцкий, в Кореле, пожилой был тогда человек, говорил по-русски. Нет, по-русски он не говорил, хотя он был срочно. Он говорит, я сказал, у вас есть какое-то отношение с Потоцким? Он говорит, да, мы одни из его этих, у нас есть, к тем Потоцким, которые, по нашим источникам данных, что интересно, по их источникам ничего об этом не упоминается вообще. Вообще ничего. Ну и как он был предан тоже, это была очень страшная вещь. Но тем не менее, говорит так, что английский Гаон говорит то, что с тех пор, как произошло с графом Потоцким, тот киду шашен, который он сделал, молитвы стали поднимать. Знаете, что есть такой рассказ? Приходит Баакшентов. Баакшентов, когда он приходит, бета-кнессет, он смотрит. Ой, 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 ой. Что? Знаете, что это место, оно полны митцов, полны, полны молитвы до потолка. Я думаю, что это такое. И стал, и развернулся, и ушел. Что значит, до потолка молитвы? Бетмитр, аж никто не помнит, что это виноват. Когда Баакшентов говорил, а что он не просто так говорил, догнали? Что вы имеете в виду, до потолка полный? Думаю, что наоборот, знаете, что у вас такое святое место, все до полного. Вы знаете, что у вас ничего выше потолка не поднимается, никакая молитва выше потолка, поэтому все забито у вас здесь. Ничего наверх не поднимается у вас. Нужно поднялась наверх. Ничего не поднимается у вас. Субтитры сделал DimaTorzok